МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа про всякие малоизвестные статические частности, такие, от которых наше понимание прошлого только крепнет. Несмотря на то, что происходит это, благодаря примерам, которым не находится место в учебниках. Но стоит только принять их, эти самые мелочи, во внимание, и мозаика складывается, становятся тогда очевидны взаимосвязи между событиями и их причиной. Или наоборот, ты тогда начинаешь удивляться еще больше. Например, выражение «я ему про Фому, а он мне про Ерему» это когда собеседники говорят на разные темы, не слушая и не понимая друг друга. В огороде бузина, а в Киеве дядька, вроде того. Так вот, мы привыкли к этой фразе и используем ее, часто не зная, что упомянутые Фома и Ерема это популярная комическая пара из русского фольклора. Они, как братья-близнецы, неразлучны в делах и помыслах. Они неловкие, глупые, неудачливые, и истории про них анекдоты, другим в назидание. Ерему и Фому на ярмарках показывали скоморохи, были они и персонажами кукольных представлений, как тот же Петрушка. Сюжет о них перешел в сказку и в песню, он даже въелся в гены, и вряд ли у нас кто-то сейчас решится назвать ребенка их именами. А на Западе имя Томас и Джереми вполне распространенные, хотя они аналог наших Еремы и Фомы. Или, если хотите, Петьки и Василия Ивановича. Так вот, в Англии некий Игон Пирс стал автором сочинения «Жизнь в Лондоне или Дни и ночи» Джерри Хоторна и его элегантного друга Каринского Тома. Работа вышла в свет в 1821 году. Имена эти стали нарицательными. Том и Джерри. Так начали говорить про особо буйную молодежь, которая любила подраться и всячески пошалить. Кстати, Фома там у них называется Томас, а Ерема – это ведь древнееврейская Еремия. Мы упростили имя по-своему, англичане по-своему, и получился у них в частности Джерри. По сути, это опять Фома и Ерема. Но разве таким штукам нас учат в школах? Кстати, слово «гимназия» когда-то означало место для гимнастических упражнений. Так его понимали в Древней Греции, Египте и Малой Азии. В учебных заведениях с таким названием мальчики фехтовали, бились на кулаках, охотились верхом и только потом изучали музыку, риторику и математику. И до слова «гимнастерка» все оттуда же. Это изначально рубаха для занятий гимнастикой. Но со временем все изменилось, и гимназиями стали средние учебные заведения общего образования. Хотя по логике так должны называться школы Олимпийского резерва. Или вот Питер, дом компании «Зингер», известный многим как «Дом книги». В годы Первой мировой войны сотрудников компании начали обвинять в шпионаже в пользу Германии. Немногие тогда знали, что компания вообще-то американская, а основатель ее – еврей, родившийся в Германии, но корней немецких не имевший. Кроме того, именно «Зингер» шила форму для российской армии. В общем, владельцы компании решили подстраховаться, и чтобы не стать жертвой погромов, сдали первый этаж здания под консульство США. И для закрепления эффекта заказали гигантскую скульптуру американского орла. Так он и появился в центре Питера и над ним. Мелочь, конечно, а интересно. Говорит о настроениях масс. А сегодня о том, откуда на погонах звезды взялись. В начале 90-х все советское подвергалось интенсивной дискредитации. Тогда стало модно втаптывать и советскую символику в грязь. В частности, было немало попыток дискредитировать и красную пятиконечную звезду. Мол, это знак сатанинский, связанный с черной магией. Ага, как же, давайте же разберемся. Все мы видим военнослужащих, мимо нас они проходят постоянно, кто-то сам служит. И на погонах у военнослужащих находятся звезды. Вот откуда эти звезды взялись? Почему именно звезды? Почему не треугольнички, не кружки какие-либо на погонах символизируют воинские звания и так далее? Это очень интересный вопрос. И вот задавшись целью определить, откуда это взялось, Я вышел на события пяти с половиной тысячной давности. Еще у древних шумеров, оказывается, вот эти звезды, они были в почете. Что такое звезда? Звезда – это пентакль, так называемый пентаграмм. Это такая фигура геометрическая, которая имеет пять углов. Так вот, если вы обратите внимание на экран, у древних шумеров вот эти пентакли, они уже использовались в качестве оберегов, в качестве талисманов, в качестве защитников от злых духов. И они их вешали на дверях, над дверьми, над окнами, перед входом в жилое помещение, на всевозможной утвари. Вот, например, мы видим глиняный кувшин, да, там звезда нарисована шумерская. И считалось, что вот эти вот вещи, эти пятиконечные звезды не пускали вот эту всю гадость, всю эту нечисть в жилище. Пентакль означает вот это вот. Вот он. Четыре стихии – огонь, земля, воздух, вода и пятый элемент, ну, в разных религиях, он обозначает разные, например, в китайской астрологии здесь у нас находится металл. В христианстве здесь душа – символ пятого элемента имеется. В тех же шумерских верованиях здесь Сатурн, Сатурн, то есть время. На протяжении веков, на протяжении столетий мы видим, что Пентакль, он олицетворяет гармонию. Вот. И не зря именно военные этой гармонией пользуются, потому что служба военная – это очень опасно. Вот. Там нужна и защита, там нужно и выполнение определенной задачи. Вот. Там происходит постоянный риск. Вот. Жизни можно лишиться. И не мудрено, что военные пользуются именно этим талисманом. Картиночка из Государственного музея исторического – вот это ипполеты французского генерала 1812 года. То есть впервые в наши времена, в нашей истории звезды на погонах ввел Наполеон. Это, если мне не изменяет память, 1803 год был. Вот. Вот. В этом году они появились. Потом, впоследствии, Николай, царь, он был приверженец французской моды, ввел эти звездочки уже и на погонах русской армии. Ну, вот, например, вот это уже наши погоны. Эти звездочки назывались Марсовые звездочки. Вот. Почему? Потому что пять, да? В астрологии число пять символизирует бога Марса, бога войны. И, ну, естественно, наверное, военные, они и должны были пользоваться вот этой символикой своего бога, как говорится, бога войны. И он придавал им силы, он в бою придавал им стремление выполнять какие-то цели, вот, защищал в то же время, конечно же, людей, которые на поле брани находились. Вот. Поэтому, я думаю, и были выбраны вот именно звездочки на погонах для вот этого символизма, для этой защиты. Февральская революция отменила буржуазное правительство, отменила звезды на погонах, считая это царскими предрассудками. Звездочки. Но Временное правительство просуществовало всего восемь месяцев, да? Октябрьская революция свергла. И большевики, большевистское правительство, эти звезды потом все-таки ввело. Вот Буденовка, обратите внимание, большая красная звезда, она, ну, в центре еще там звездочка висит поменьше. И эта звезда уже символизировала пять континентов, связь рабочих пяти континентов. И в 43-м году советское правительство, вот, газету мы видим, по-моему, от 7-го или от 9-го января, все-таки ввело на погоны звезды вот, нашим бойцам. Что произошло в 43-м году, всем известно. В 43-м году произошел перелом в Великой Отечественной войне. После Курской битвы, после августа 43-го года, наши войска уже не отступали, ни разу не отступали, вели только боевые, наступательные боевые действия. Связано это со звездами или нет, я убежден, что связано. Вот, но рядовой обыватель, как я говорю, рядовой зритель, может быть, со мной, конечно, и не согласится. Это мы касаемся мистической силы звезд, Пентакля и вообще астрологии, пифагорейства, нумерологии и всякого такого. В том числе, и благодаря нашему собеседнику, касаемся мы этого на примере Знамени Победы. Образцов которого, кстати, было сделано 9 по числу дивизий, входивших в состав 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, бравших Берлин. Как видите, вот это Знамя Победы настоящее, не копия. Вот здесь вот есть циферка 5, пятерочка с обратной стороны знамени, а эта цифра нанесена. То есть у каждого соединения войскового был свой номер. Что касается Идресской дивизии 150-й, она не должна была, этот Берлин, Рейхстаг штурмовать. Она наступала во втором эшелоне. Но, так как цифра 5, да, цифра, которая символизирует бога войны, которая символизирует славу и удачу, находилась именно на этом знамени, именно у этой, было присвоено именно этой дивизии. Со второго эшелона она выбилась как-то и первая заняла Рейхстаг. То есть в нашем случае, куда мы не обратим свой взор, вот везде вот этот символизм Пентакля, везде он появляется, везде он возникает и везде он, собственно говоря, привносит удачу. И как мы видим, когда этот Пентакль убирали, временное правительство, временное правительство за это потом начинало отвечать. Потому что эта гармония пропадала. Когда она появлялась, естественно, появлялись и победы. Я думаю, примеров тут предостаточно. Давайте теперь разберемся, что такое, собственно говоря, Пентакль и что он означает. Ну, вот Пентакль означает, вот пятиконечная звезда означает человека, творца, человека, который способен творить, человека, который способен создавать что-то. Собственно говоря, человек-творец, но давайте оговоримся, что можно творить, а можно и вытворять. Вот, если пятиконечную звезду перевернуть, мы уже к демону переходим. То есть пятерочка, она и в астрологии, и везде в каком-либо символизме, она символизирует вот это вот творчество, это вот законченность, эту оформленность. В советское время Пентакли использовались очень широко. Вот, например, знак качества, да, вот, собственно говоря, тот же самый мы видим Пентакль. Итак, в символике, связанной с государственностью исторически, закрепились знаки, отражающие те или иные верования. Звезды на современных погонах из их числа. Но вспомните библейский сказ о битве Давида с Голиафом. Давид был с прощой и щитом, сплетенным из веток ивы. И форму он имел шестиконечной звезды, названной с тех пор Давидовой и ставшей впоследствии государственным символом Израиля. Кстати, связывать шестиконечную звезду с еврейством стали только в Средневековье. Причем в арабских книгах гексограмма встречается намного чаще, чем в еврейских мистических трудах. А в Индии гексограмма символизировала пересечение мужского и женского начала. Дальше. Кадуцей. Так называемый жезл Гермеса. Символ примирения и согласия. Стержень Кадуцея. Это ось мира, а дерущиеся змеи. Это разделенный посохом божества беспорядок. Это если в двух словах. Кадуцей используется в символике торгово-промышленных палат ряда стран, в том числе и в России. Перекрещенный с факелом составляет эмблему федеральной таможенной службы. И не только ее. То же касается чаши Гигеи, которая в греческой мифологии была богиней здоровья. Полумесяц раньше был символом постоянного возрождения и бессмертия. Этот знак почитали и христиане, и индуисты. А всевидящее око – это давнишний символ всезнающего бога, который, наблюдая за человечеством, в Древнем Египте аналогом был глаз гора или око-ра. Ну и так далее. Повторю. Казалось бы, это все мелочи. И без такого знания жить можно. Но приятно же быть посвященным кем-то вроде профессора Роберта Лэнгдона. Правда? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова